ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Битва, которую ждали, схлестнулись лидеры женского гонбольного чемпионата Гомель и БНТУ БелАЗ. В областном центре прошел республиканский юниорский турнир по греко-римской борьбе памяти героя Советского Союза Тимофея Бородина. Завершился чемпионат Беларуси по футболу высшей лиги. Золото еще досрочно завоевал БАТЭ. Для Борисовчан это 12-е чемпионство. Серебро, ожидаемо, досталось столичному «Динамо». А вот обладатель бронза стал известен только по итогам заключительного 26-го тура. Солигорский шахтер выиграл у Брестского «Динамо» 2-1 и занял третью строчку. Главным же неудачником сезона, к сожалению, стал футбольный клуб «Гомель». Зелено-белые покинули элиту. Перед последней игрой чемпионата у «Гомельчан» еще был шанс остаться в вышке. Однако для этого нужно было дома побеждать «Динамо» Минск. Задача весьма непростая. Однако болельщики верили в успех до последнего. На трибуны центрального, по некоторым данным, пришло более полутора тысяч человек. И через семь минут после стартового свистка футболисты «Гомеля» сумели немного приподнять свои шансы на успех. После паса Геннадия Близнюка Алексей Теслюк смог убежать от защитников и оставить неудел Александра Гутера. Оптимизма добавила и новость о том, что Минск в параллельном матче выигрывает у соперника «Гомельчан» в борьбе за право остаться в высшей лиге Витебска. Однако радость длилась недолго. На 14-й минуте «Фатас Бичерай» дальним ударом прерывал свою 14-матчевую безголевую серию. В дальнейшем гости не ослабляли давление на ворота зелено-белых и имели несколько неплохих возможностей. Хозяева держались до 61-й минуты. Чигози у «Доджи» практически свел к нулю шансы «Гомеля» сохранить прописку в элите. 1-2. Больше командам забить не удалось. По итогам завершившегося чемпионата «Гомельч» в 26-ти матчах набрал 18 очков и занял 14-е место. В активе зелено-белых 5 побед, 3 ничьи и 18 поражений. Такую неудачу можно объяснить. Финансовые трудности подкосили «Гомель». Клуб вынужден был сделать ставку на своих молодых воспитанников, которым тягаться наравне с более опытными футболистами пока рано. При этом руководство клуба уверено, что «Гомель» скоро вернется в высшую лигу. И ставка на своих сработает. Мозырская славя в заключительном туре уступила Гродненскому Неману 1-3. Мозыряне завершили чемпионат на 10-й строке. На этом футбольный сезон в Беларуси не завершается. В ближайшие выходные пройдут матчи 1-8 финала Кубка страны. «Гомель» в субботу, 14 ноября, будет принимать Слуцк. Мозырская славя и футбольный клуб «Минск» свою серию начали. В сентябре минчане победили 2-1. Ответ на игра состоится 15 ноября на поле «Мозырян». Прошли матчи 9-го тура национального чемпионата по мини-футболу. «Борисов-900» и «Гомельская БЧ» разошлись с миром 2-2. Светлогорский ЦКК был ощутим и сильнее команды «Форта» из Могилева 6-3. Агрокомбинат «Южный» ожидаемо был разгромлен «Витебским Витеном 0-7». «Гомельский ВРЗ» на своей площадке принимал «Неман» из Березовки. Соперник «Гомельчан» после 8 туров обосновался в самом низу турнирной таблицы. На ВРЗ перед матчем чувствовал себя намного увереннее, обитая в верхней половине. Тем не менее, сбрасывать «Неман» со счетов никто не собирался. Готовились, как к обычному сопернику, потому что в этом чемпионате нету слабых, таких явно слабых есть. Остались те же лидеры, те же команды лидера. Но все остальные команды даже подтянулись. И я даже думаю, что «Неман» может даже и посильнее стал, чем в прошлом году. Вагоны-ремонтники, чувствуя себя хозяевами положения, в атаку кинулись с самых первых минут. Но гости очень быстро показали, что отсиживаться у своих ворот не собираются. И на второй минуте игры намерены были открыть счет, а «Гомельчане» неожиданно решили им в этом помочь. Рикошет и неожиданный автогол. И вот тут хозяева на глазах начали меняться. Досаду от этого мяча никто даже не пытался скрыть. Больше неприятных сюрпризов никому не хотелось. Немного нервно, но все более и более уверенно ВРЗ двигался к воротам соперника. К делу подключился даже голкипер Гомельчан Юрий Дегтяренко. Увидев коридор, он ринулся к воротам соперника. Напишевшие гости даже не сразу его остановили. Был момент, подключился к атаке. Почему не попробовать? Соперник играл в принципе в свою игру. Мы готовились. То есть никаких сюрпризов не было. На 12-й минуте Неман заработал свой шестой фол, чем весьма обрадовал болельщиков. Хозяевам площадки необходима была эта возможность, чтобы обрести уверенность и возможность продолжить матч на своих условиях. Десятиметровые доверили бить капитану команды Вячеславу Григорьеву. И он не подвел. Неудачи тут же были забыты. Ну, автогол всегда неприятно. Это понятно, но они случаются в футболе. Поэтому приходилось исправлять ситуацию, что ребята с честью и выполнили. До конца тайма Григорьев на радость публике оформил дубль. Тренерские штабы держали руку на пульсе, брали таймауты и пытались просчитать выигрышные комбинации. Но в следующий раз счет изменился только во втором тайме. И очередной мяч забили хозяева площадки 3-1. После девяти туров ВРЗ расположился на шестой позиции турнирной таблицы. Это лучший результат среди представителей Гомельской области. БЧ на восьмом месте, агрокомбинат Южный на одиннадцатом. А Светлогорский ЦКК занимает тринадцатую позицию. Во время паузы в чемпионате мужская команда гонбольного клуба «Гомель» приняла участие в традиционном турнире на призы Могилевского центра Олимпийского резерва. Гомельчане уступили столичному СКА и переиграли местную команду «Машека» и «Запорожский клуб «Мотор». В итоге второе место. В женском чемпионате состоялась игра, которую все ждали. Схлестнулись лидеры. Гомель и БНТУ «Белаз». Очные поединки Гомеля и БНТУ – это всегда яркое событие в довольно скучном белорусском чемпионате. Игры всегда получаются принципиальными и напряженными. О значимости говорит и то, что нынешний матч посетил тренер женской национальной сборной Томаш Чатор. В Гомельском дворце игровых видов спорта атмосфера была соответствующей. Полные трибуны и мощная поддержка хозяев. Подгоняемые болельщиками гомельчанки сразу же бросились в атаку и преуспели, выйдя вперед в счете. Пойманный командой «Кураж» поддержала и голкипер Валентина Кумпель. Она открыла свой бомбардирский счет, забросив через всю площадку мяч за шиворот своему визави. Ближе к середине тайма подопечные Игоря Чеброва вели 9-4. И тут игроки БНТУ очнулись. Совершив рывок 5-1, они сократили отставание до минимума. Главком Гомеля нужные слова нашел, и уверенность вернулась к хозяевам площадки. Несколько удачных действий в защите и быстрых контратак. На перерыв команда ушли при счете 17-13 в пользу Гомеля. Томаш Чаттер оказался прав. Основные события в игре были впереди. Во втором тайме Валентина Кумпель продолжала самоотверженно трудиться в воротах, отражая броски соперников. А вот в атаке у Гомеля ровным счетом ничего не получалось. Рывок гостей 5-1, и они впервые в матче сравнивают счет. В раздевалке они проанализировали нашу игру в первом тайме и стали немножко пособраннее играть по ответственному дисциплинированию. Задача была играть активно, жестко с ними. Мы практически, ну у нас на площадке мало замен, практически играем одним составом. Поэтому девчонки подустали и уже сказалось, конечно, во втором тайме. Немножко не хватило силы. Счет 18-18 продержался на табло минуты 4. Кумпель продолжала геройствовать в воротах, однако усталость и короткая скамейка давали знать о себе. Особенно это касалось атакующих действий. В итоге подопечные Константина Шароварова к середине второй половины сумели выйти вперед 20-21. И дальше началась игра нервов. С реализацией моментов проблемы были у обеих команд. За пять минут до конца матча при счете 24-24 судья удалил до конца матча левую полусреднюю Гомеля Юлию Ганичкину. И это учитывая кадровые проблемы хозяев. Воспользоваться преимуществом у БНТУ не получилось. Правда, и Гомель забить не смог. На последних секундах гости организовали последнюю атаку, надеясь вырвать победу. Однако гомельчанки уверенно сыграли в защите. А Валентина Кумпель была надежна на последнем рубеже. В итоге ничья 24-24. Игра была хорошая, очень эмоциональная. Я думаю, зрителям понравилось, нервная. Ну и результат, наверное, это было. Потому что, я думаю, две команды готовились. Так как у нас в чемпионате только между нами идет борьба интересная. Я думаю, что все девчонки нервничали. У кого-то что-то получилось, у кого-то что-то нет. Чуть-чуть бы еще забили, чуть-чуть отбили. Было бы плюс два. Но, в принципе, неплохо. Все моменты, которые... Будет все впереди еще. Поэтому до финала еще далеко. Поэтому интрижку надо создать. Игра оставила у игроков и болельщиков двоякое впечатление. Исходя из последних мгновений, ничья стала неплохим результатом. Однако есть и легкая горечь от упущенной победы. При такой хорошей игре, я считаю, что мы достойны были сегодня выиграть. Мы были реально... Хотели больше выиграть. И так у нас хорошо получился первый тайм. Все задумки мы... Все, что планировали, все у нас как бы вышло здорово, можно сказать. В втором тайме сказался, конечно, короткая скамейка. И неуверенность игроков основных в некоторых моментах при завершении, прежде всего. Неудача, может, какая-то. Но с большего я рад, что команда выдержала и вылезла с той ямы, которой мы попали. Минус два. И в итоге завершили на очень хорошей ноте. По итогам первого круга, первого этапа, от чемпионата интрига сохраняется. В Гомеле БНТУ вопрос о том, кто же единолично возглавит турнирную таблицу, оставили открытым. Ответа будем ждать уже во втором круге. Лучшие борцы греко-римского стиля собрались в Гомеле. В областном центре прошел республиканский юниорский турнир памяти героя Советского Союза Тимофея Бородина. На кону были не только кубки и медали, но и звание мастера спорта Беларуси. Это придавало особую остроту схваткам на ковре. Участие принимали около 90 борцов со всех регионов Беларуси. Турнир памяти Тимофея Бородина всегда отличается массовостью. И главным образом потому, что носит статус мастерского. Кроме наград и призов, победители получают звание мастера спорта Республики Беларусь. Стимул, согласитесь, серьезный. Раньше турнир носил характер международного масштаба. Сейчас он перешел в республиканский. Но значимость его и важная соответственность от этого не стала меньше. Ребята приезжают бороться за почетное звание мастера спорта Республики Беларусь. На ковер выходили сливки юниорской греко-римской борьбы Беларуси. Очевидно, что и внимание к турниру самое пристальное. Специалисты могут оценить работу со спортсменами на местах. За схватками следят и тренеры юниорской и кадетской сборных Беларуси. Перспектива защищать честь страны на международных стартах – также хороший мотиватор для спортсменов. Собираются очень сильные борцы, именно молодежь сильная, которые мечтают попасть в сборную команду, которые защищают уже цвета нашего флага на международной арене. И поэтому этот турнир всегда насыщен хорошими схватками, хорошими поединками. Напряженных схваток хватило с лихвой. И чем ближе к финалам, тем интереснее развивались события на коврах. Представители Гомельской области дважды поднимались на верхнюю ступень пьедестала почета. Отличились борцы из Калинковичей. В категории до 50 килограммов первое место занял Илья Ярош. Среди спортсменов весом до 96 килограммов лучшим стал Александр Радченко. Также на счету представителей нашего региона два серебра и пять бронзовых медалей. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире, как обычно, через неделю. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи.